Сегодня мы попробуем вернуться к теме флоу. Мы сегодня, может быть, попробуем ответить на парочку актуальных вопросов, которые постоянно лунают в зал и бентажить, так сказать, общественность. И попробуем создать такие же воркфлоу с помощью флоу и посмотрим, насколько это тяжелее для, так сказать, непрограммистов будет и у нас займет времени и с какими сложностями, опять же, может быть, мы столкнемся, либо не столкнемся. Начну с вопроса, как смотреть историю запуска флоу. История у нас есть, но чтобы понять, к какой записи относится конкретно history, мы должны заходить, смотреть, нам совсем не интересно. Ну, то есть уже второе часто, насколько он succeeded, либо не succeeded, или сколько он времени занимал. Нам важно посмотреть, насчет какой записи это все запускалось, какие-то параметры увидеть, что там происходило. И вот это без необходимости прокликивать всю историю. То есть, как вот в воркфлоу у нас эта история тоже и была, но там при открытии этой записи мы увидели довольно много, и даже не открывая, точнее, эту запись, мы увидели уже довольно много информации. В принципе, решение Microsoft пока не дает, но поменялось чисто в интерфейсе довольно много, то есть на стол удобнее. Есть надежда просто на то, что Microsoft к этому тоже придет. То есть, что я хотел сказать, что вот есть замечательный блог Лины. Она очень много пишет про флоу, и вот она в один из дней тоже возмущалась, что нет у нас этой истории. И, в принципе, она предлагает сделать собственную историю. То есть, у нас есть доступ к каким-то процессам, которые внутренним, говорю, то, что стоит за букграунде на флоу, и мы можем собрать собственную систему логирования и, по сути, это все вывести. В принципе, можно собрать в отдельной сущности, и вот у нас будет доступ к какой-то информации, которую мы сможем себе вывести. То есть, видите, в данном случае на форме аккаунта у нее есть вот. То есть, короче, решение есть, но, естественно, его придется собирать самому. Но это не совсем все безнадежность. Как бы можно придумать, если очень захотеть. Если это прям точно без чего ты жить не можешь, то есть можно поручить кому-то, у кого есть capacity, и он заберет, я думаю, за день спокойно вот такое вот решение. Опять же, есть надежда, что Microsoft с этим что-то сделает. Окей, еще один из актуальных вопросов. То есть, опять же, как тут флоу считаются, а пиколы кто считается? То есть, опять же, вот есть замечательный блок, CRM Innovation, они тоже, ну, не так часто, как Лина, это, но периодически постят интересные инсайды. В принципе, рассказано. Когда вы настраиваете флоу, вы к каждой экшену привязываете и коннекшен, но вот важно понимать, что в лимит пойдет не вот этот юзер, который используется в коннекшене, а овнер будет считаться. То есть, это прямой ответ Microsoft, то есть, кто считается, когда выполняется что-то во флоу. Ну, по сути, любой экшен, любой блок этот, он считается как IP call, то есть, он как один считается. Если у вас там apply for each на тысячу записей, где вы выбираете что-то из CRM, то, соответственно, будет тысяча запросов в CRM, то есть, там, get record, там, details какие-то. Еще один момент, на который этот, не вся, ну, есть еще дополнительная информация, которую часто можно вытянуть из флоуа. Она, к сожалению, не представлена там, ну, в простом способе, но банально через parsing JSON можно вытянуть, например, информацию о том, что это за месседж. Ну, имею в виду, там, если у вас create, update, либо delete, либо там, например, от имени какого юзера выполняется этот флоу, ну, там, типа executing user, так сказать. А, еще один момент, вот, даже доступно, вот, можно пробовать собирать какие-то try-catch конструкции с помощью блока scope, который, по сути, представляет себе как для группировки каких-то элементов, то есть, и можно потом отдельно проверять результат выполнения конкретного, вот, целого блока. То есть, типа, если в нем все операции выполнены, например, там, он вернет, что этот, false, и, соответственно, да, после выполнения какого-то блока можно проверять, там, как он выполнился, да, и, типа, из-за ответственности от этого, там, пробовать что-то еще. Ну, в общем, интересно. Подход, то есть, как бы, да. На прошлых академиях создавал воркфлоры, которые, там, взаимодействованы с лидами, что-то делали, отправляли мейлы, то есть, они были простые, но довольно функциональные, в том плане, что, в принципе, решали, какие-то бизнес-задачи, и мы попробуем сделать то же самое с помощью флова. Начнем с первого воркфлора, то есть, у нас был воркфлор, который запускался при создании лида, либо при апдейте, там, определенных полей, то есть, вот, там, у нас first name, last name, email, title, что он делал? Он проверял эти поля, то есть, если у них значение, создавал таск, проставлял некий флаг, что это таск какой-то там создан. То есть, чтобы создать флоу, мы, в принципе, должны зайти, можем это делать через make powerups, solution заходить, либо, вот, есть отдельный портал для флова, обычно, там, ну, можно через боковое меню просто зайти, потому что, там, для разных регионов, там, может отличаться по префиксу. В том, что вы заходите, вот, можно создавать флоу, в принципе, сразу, но так вам не будут доступны все коннекторы, которые, вот, можно, все, вот, по сути, возможности. Потому, в принципе, я не рекомендую, так, разве что для каких-то тестовых целей, вот, сразу заходите в солюшены, там, новые солюшены или это, в данном случае, я использую тот же солюшен, что использовал. Соответственно, через кнопочку new и выбираем здесь flow. Что у нас здесь, у нас здесь сразу куча всего, но нам нужен, в данном случае, command data service. То есть, если мы введем в поиски, мы увидим, что их два, то есть, здесь command data service for current environment и просто command data service. Command data service обычный, это более старый тип, он не поддерживает много функций, то есть, у него, в основном, работа с create-update, с entity, там, create-update, elite, то есть, он не умеет очень много, ну, то есть, нет у него добавленного. Ну, единственное, что он умеет то, что он не умеет. Второй, это возможность запускать on-demand эти flow, то есть, когда мы создаем, у нас тут будет, вот, одна из типов триггеров, это when a record is selected. Там выбираем сущность, соответственно, можем задать какие-то параметры input, input и, по сути, у нас через кнопку в меню, там, на сущности flow мы сможем потом on-demand его запустить. Ну, то есть, что меня бесило, вот, пока не было вот этого второго, current environment, что там, если у вас были похожие действия на create-update, там, либо delete, вам приходилось создавать три, по сути, одинаковых flow, в новом же, ну, относительно новом, уже, в принципе, больше года он доступен. В коннекторе, там есть возможность объединить все экшены. Тут, как видите, в основном, наше, это вот, when a record is created, updated or deleted. Соответственно, environment тут выбирать не надо, но здесь есть много интересных опций. То есть, можно выбрать, на какие степы, либо группы степов, то есть, на create, то есть, видите, все комбинации, по сути, созданы. Нам, на наш случай, нужен create-update, то есть, выбираем, то есть, да, кстати, хорошее, это тон сразу переименовывать, потом выбираем здесь entity, scope можно выбрать. В данном случае будет применяться правило owner. Owner будет в бизнес-юните, юзеры из того же бизнес-юнита смогут пользоваться. Но если я поставлю юзер, то никто, кроме меня, если хочется для себя сделать какую-то оптимизацию, то, соответственно, ну, в принципе, это знакомо вам по workflow, тут они ничего не придумали нового. Соответственно, дальше вот идут самые интересные, то есть, я про это упоминал. Есть возможность выставить условия. Ну, filtering attributes, допустим, просто, то есть, в данном случае у меня, единственное, что, да, минус. Если в классическом workflow мы могли галочками отметить, на какие атрибуты срабатывает update, то есть, вот этот filtering attributes, он будет сработать только для update action, то есть, то есть, для create, либо delete, это бесполезные поля. В данном случае придется прописать схему name этих атрибутов, то есть, если вы хотите, чтобы на update сущности конкретных атрибутов, вам придется их прописать вручную. У нас там job. Ну, можно это все title, first name, через запятую, last name, mail address 1. Дальше вот следующая колонка у нас идет то, чего не было в классических workflow и в старом коннекторе, опять же. Мы можем поставить конкретные условия, точнее, значения на сущности, при которых будет этот flow срабатывать. То есть, если они не соответствуют, то flow просто-напросто не запустится. В данном случае, тут я могу вот этот атрибут проверить еще на моменте запуска, то есть, ну, точнее, до запуска workflow. То есть, чтобы не запускался этот workflow, если у меня уже атрибут task создан, уже установлен. Опять же, тут, к сожалению, advanced немного идет option. Ну, в принципе, обладая минимальным знанием XRM Toolbox, вы можете это все сделать и без привлечения. То есть, что вам надо? Вам нужен patch.xml builder, если вы не девелопер. Если девелопер, в принципе, может и так. То есть, ну, для не девелоперов можно это. То есть, вам нужно лить, соответственно. Здесь мы поставим condition, у нас вот этот атрибут task, что у нас здесь. У нас здесь есть черивная кнопочка view. Соответственно, вот мы открываем view. Здесь у нас есть power-automate-parameter. Это у нас filter query, можете вот нажать. Единственное, что придется удалить эти скобочки. Ну, и просто вот сюда скопировать. И все. То есть, решили себе кучу проблем. Следующий у нас postpone ID until. Здесь есть возможность отложить запуск, опять же. Это workflow. То есть, например, если мы хотим, чтобы он подождал месяц, чем там что-то сделал. Не знаю, отправил какой-то welcome email. Или там сутки подождал. Не знаю. Можно подставлять дадли. Можно значение поля подставить. Ну, и, соответственно, можно выставить от чего имени он может запускаться. По умолчанию он запускается от имени, ну, оунера процесса, ну, флова. Но можно поставить вот такие же опции похожие. Что дальше? Мне теперь надо проверить условия. Добавить следующее. То есть, пока я еще не смогу даже сохранить этот флова, потому что вот он сам пишет. At least contain один триггер. Триггер это типа то, на что он срабатывает. И один action какой-то, который будет, ну, по сути, то, что он делает. Что дальше? Я добавляю плюсиками, открываю меню. Мне здесь нужно, вот тут сразу видите, доступно много этот. Мне нужен control. У него есть замечательный оператор. Condition для проверки условий. Соответственно, теперь я забиваю, постараюсь воссоздать то условие. То есть, что мне надо? Мне нужно first name. Добавляю еще одну колоночку. Last name. Last name. Добавляю title и email. Так. Ну, оно неправильно, потому что нам теперь нужно сгруппировать. Чтобы проверить, тут опять же есть вот эти галочки. То есть, здесь мы, например, для начала поставим or. Потом этот. Тут сбоку у нас появляется. Да. То есть, я отмечаю нужные условия. Сбоку. Тут у меня есть make group. И все просто. Соответственно, опять же, можно менять. Либо тут сгруппировать, так сказать. И единственное, что, да. Опять же, у них еще нету этого оператора. Contains data. Потому, вот опять же, тут элемент user-friendly. Но, в принципе, не так сложно запомнить. То есть, нам нужен оператор из not equal. Ну, я везде его сейчас сразу проставлю. И что нам надо? Нам нужно проставить. Есть такой оператор null. Ну, или значение. Которое, типа, по сути, обозначает пустое значение. То есть, мы его просто прописываем сюда. То есть, через expression. Она поймет, что вот мы хотим, чтобы оно не было пустым. Но, что можно сделать? Вот у них, опять же, она пока еще в превью. Вот тут есть такая опция copy to clipboard. Можно копировать какие-то целые блоки. Вот тут есть такая my clipboard. И можно вставлять их. Опс. Вставила. И что прикольно, что можно это делать между разными флоуами. Ну, единственное, что там надо следить за параметром. Потому что, если референсы собьются, то можно... Ну, оно бы даст ошибку. Что-то, мы проверили условия. Если они выполняются, то что? Нам нужно создать task. Я уже внутри вот этого блокала if yes. Я создаю. Здесь еще create new record. Здесь поиски вбивают task. Так, subject у нас там был какой-то интересный. Работа с lookup'ами в этом коннекторе. То есть, если в старом там все было на вопросе, там просто можно было передать id-шник, то здесь... Потому что, если бы они сразу, типа, сделали вот так вот, и оно это... А у них есть же второй коннектор, где оно более user-friendly. Почему они сделали здесь менее, то есть, я не совсем понимаю. Чтобы проставить lookup, то есть, в данном случае я хочу проставить, вот, например, owner. То есть, я нахожу поле owner, то есть, и нахожу на лиде, например, в поле owner. Вот у нас есть owner value. Супер. И когда я попробую запустить, он меня это выдаст ошибку. А в чем еще минус, как бы, по сравнению с workflow'ами? Ну, я не знаю. То есть, мы не можем, чтобы поставить конкретного owner, нам нужно знать его id-шник. То есть, мы не можем запустить lookup какой-то и выбрать конкретного человека. То есть, тут такое, к сожалению, невозможно. То есть, нужно знать id-шника. Я вижу. Знать id-шника тоже надо лезть в CRM. И, соответственно, в этом случае, да, это уже более complicated. Ну, в общем, да, чтобы lookup у нас работал, нам нужно прописать схему name коллекции этой сущности. В данном случае сущность у нас users. Соответственно, я прописываю system users. И помещаю вот этот id-шник в скобки. Вот так оно у нас будет работать. Ну, для большинства коллекции можно просто добавить s, но там вот могут быть нюансы. То есть, во-первых, название может отличаться. Для системных сущностей иногда такое встречается. Там вместо s, 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 например. Ну, s. Либо там для opportunity, там, соответственно, будет opportunity s. Можно это посмотреть на... Я уже когда-то тоже демонстрировал эту ссылку. То есть, зайти на сущность. Типа, референс всех сущностей. И там, может быть, название от этой коллекции, как внутреннее. Либо это можно сделать через entity metadata, через xrm-toolbox. То есть, там смотреть. Нужно еще то же самое сделать с regarding. То есть, я здесь прописываю имя коллекции leads. То есть, мне надо ставить id-шник этого. То есть, в принципе, lead. И тут я нахожу lead.unique.identifier of the lead. В принципе, flow готов. Можно мы его запустить, если хотите. Посмотреть, как работает. Сравнить его с workflow. То есть, он, в принципе, умеет то же самое. То есть, он запускается на create, а это... То есть, у него можно выставить scope. Единственное, что нельзя тут отдельно выставить on-demand и child. То есть, он уже никогда не сможет быть on-demand и child процессом. И видите, в workflow это можно было сделать. Но он чуть-чуть более гибкий тем, что мне не надо, чтобы он запускался, если там какие-то условия не выполняются. То есть, в workflow я этого не смогу сделать. В остальном, в принципе, то же самое. То есть, создается task, куда можно прописать это. Ну, единственное, что, опять же, чуть-чуть не так удобно, как мы бы это сделали в workflow. Но, опять же, update lead, там вот этот флаг, сейчас его найти надо. Это тоже не очень удобно. Но хотя на формах тоже оно... То есть, тут task. Банальным поиском можно это проставлять. Есть, и все. По сути, вот теперь workflow у нас точно готов. При завершении task, там обновлялись поля на parent lead. Соответственно, вот так на task. Вот у меня есть этот. Если у task менялся статус, он тут выставлял, что он completed и флаг вот этот... Точнее, да, и subject содержит вот это значение. Тогда он на parent lead проставлял значение decision maker и decision time. Соответственно, что у нас здесь? У нас здесь триггер на update task. Я выставляю, что только в случае апдейта стоит кода. Соответственно, я сразу же проставляю условие, что только для активного... Для completed. То есть, ну, опять же, видите, вот это я построил с помощью XRM Toolbox. Вот это условие. Стоит кода равно единице, и subject равен такому. Там это все дальше, я больше ничего не делал. И, соответственно, что? Можно еще дополнительно проверить в качестве условия, что в regarding там стоит именно lead там, или что-то в таком духе. Ну, кстати, у меня отсюда не получилось это сделать. Там он не хотел запускаться. Там, видимо, какой-то конфликт есть с тем, как оно выполняется в XRM и во флоуе. Ну, это другой вопрос. То есть, можно всегда отдельно проверить, есть ли у нас там это lead. И, соответственно, да. То есть, дальше, что я делаю, мне нужно проапдейтить lead. То есть, я беру значение из regarding. Здесь я беру здесь modifiedBy значение, имя коллекции system users. Это для decision-maker. Просто и decision-time я передал. UTCNUM, это одна из функций. Да, это expression, соответственно. Тут запускайте expression. Тут, в принципе, есть подсказки тоже. Надо знать. Return the current times type as a string. Ну, неважно. String не strings. Главное, что оно работает. Соответственно, третий флоу у нас был на изменение вот этих полей. Decision-time и decision-making. Соответственно, у меня следующий флоу у меня на update lead. Выставляю только конкретно этих два атрибута. Но, опять же, схема name. И, опять же, я могу добавить, чтобы не проверять, как... Дальше вот идет tricky part, который, конечно, мне тоже трошечки напрягает. У нас, если в Workflow мы легко можем взять рекорд динамик URL, то во флоу, естественно, мы так не уможем. И нам нужно этот URL как-то сконструировать. Но взять organization URL у нас неоткуда. Ну, в плане по-простому. Потому есть вот извратный способ. То есть, в данном случае я получаю детали юзера. Потому что, опять же, если я проставлю просто юзер этот у меня в email. То есть, если в email мы могли проставить там юзер, и нам бы подтягивался им либо там в subject. Когда у нас есть lookup, мы проставляем просто этот lookup, и нам подтягивается потом его name. Если мы это так же сделаем во флоуе, то, естественно, у нас ничего не пропишется. У нас будет просто айтишник этого лида. То есть, соответственно, чтобы либо там юзер, либо кто угодно это сделать, нам нужно вытянуть, сделать дополнительный IP call, чтобы вытянуть детали. То есть, в данном случае я хочу получить информацию, дополнительную информацию о decision maker. Соответственно, я беру, у меня здесь есть замечательный action get record. Я прописываю сущность, айтишник. И можно дополнительно, например, select query прописать. То есть, какие имена, атрибуты мне нужны. Ну, иначе он все выберет. И можно пользоваться, конечно, expand query, но это уже точно для девелопера, потому что там придется партить JSON. Это все это. Но, опять же, это дополнительная возможность. Я выбрал decision maker. И благодаря тому, что вот в этом запросе у меня, в ответе у меня появляется информация о сервере, потому что здесь у меня ее нету. Ну, это продемонстрируйте, наверное, открою историю. То есть, если смотреть бэкэнд, так сказать, того, что происходит. Это здесь у меня просто набор атрибутов и значений. Ну, то, как оно выглядит. А вот здесь вот у меня появляется еще интересное. Есть мой URL. Ну, тут он, конечно, будет содержать URL записи, потому что дальше я создаю email. То есть, чтобы добавить список юзеров, либо к существующим, опять же, тебе нужно создавать переменную. В JSON-формате прописывать там эти ID-шники юзеров и добавлять к существующему. Короче, просто это не получится, к сожалению. Естественно, да, я прописал from, to. То есть, я могу их несколько добавить, сколько там захочу. Там вот pc, toc, там траляля, b2b. То есть, мне нужно, чтобы вытянуть full name, мне пришлось сделать отдельные запросы, вытянуть детали об этом юзере. То есть, ну, зато теперь есть full name. Плюс, как я же говорю, мне понадобился этот запрос для того, чтобы сформировать варис. То есть, я поставил адрес лида тут, ну, это просто. И вот дальше самая интересная часть, наверное. Мне нужно взять информацию из JSON-а, который мне вернул предыдущий запрос, который вообще никак, ну, по сути, не связан с тем, что... Ну, просто в нем есть URL, и сделать, вот, вызвать функцию URI-хост, который отрежет все, что не нужно. Ну, и дальше я уже прописываю, по сути, то, что мы видим вот здесь. Естественно, дальше, вот я, зачем мне надо было этот ML, я вот, есть, и чем вот этот, как, for current environment отличается от того более старого коннектора. Здесь есть возможность выполнять экшены. Экшены разного рода. То есть, можно выполнять кастомные экшены через Unbound. Точнее, это глобальные будут какие-то экшены, которые не привязаны к никакой сущности. И Bound экшены, которые привязаны... Это, экшены, думаю, знают все-таки. Это, опять же, тип процессов, которые могут быть. Ну, соответственно, есть какие-то internal экшены. Какие-то там, например, opportunity close, там, или close quote, и... Ну, и whatever. И send email, это тоже, по сути, экшен, который, ну, все девелоперы знают, как там в коде это там, execute request и делать. Ну, соответственно, да, чтобы это сделать, вот perform bound action я выбираю. Я выбираю имя сущности, mail, message. Соответственно, мне надо прописать ID-шник записи. То есть, тут, опять же, я прописываю тут ID-шник email того. И выбираю action. То есть, чтобы посмотреть, вот, есть их всего 4 для данной сущности. Соответственно, одна из них называется send email. Ну, и все. И, соответственно, вот это уже конкретно делает send email. То есть, если первое просто создает в драфте email, то вот этим мы, по сути, выполняем внутреннюю отсылку через CRM. Там, экшен, чей-то понеслась дальше, куда там надо. Тут, конечно, вот на данном примере уже видно конкретно, что вот в CRM это все-таки сделает немного площадь. То есть, тут из плюсов буквально вот только то, что можно не делать вот дополнительные вот это условия. Но, опять же, спорно. Потому что надо писать это все через FHX ML Builder. Ну, и вот я же говорю, в данном случае уже действительно возникает вопрос, состояло ли оно того. Потому что для citizen developer, который flow делал, ему намного проще будет сделать такой workflow, чем сделать вот этот flow. Тут реально много нюансов подводных камней. Самый классный, который это вот этот игре сейчас с этими URL-записей. Ну, вот такое. Когда вы делаете выборку каких-то данных, вот, например, я хочу выбрать список каких-то записей, чего, в принципе, вообще невозможно сделать. Афлоу, например, я хочу выбрать список тасков. То есть, вы здесь либо можете... Ну, кстати, да, можно, тут есть возможность FHX ML прописать. То есть, если вы более-менее разбираетесь FHX ML, вы здесь можете настроить выборку данных, чтобы получить информацию, ну, поля какие-то со связанных сущностями. То есть, это вот это link entity. И там выбрать. То есть, соответственно, вы можете прописать. Либо использовать вот expand query, что, в принципе, делает то же самое. Ну, и в комбинации с select query. То есть, выбираете какие-то поля с основной источностью и expand query. Ну, суть в том, что, короче, можно выбирать связанные данные, но не везде. И изначально вот на этом у тебя их нет. Опять же, это, видишь, разница между workflow и flow. То есть, если в worktutu, ты можешь, по сути, обновить там или что-то сделать с любой related записью. Decision maker. У нас уже есть эти данные, есть все. Я могу обновить его или взять с него какие-то related поля. Или даже участвовать, чтобы не в каких-то этих. То есть, здесь мне надо дополнительный запрос сделать в CRM. Вот на этом примере конкретно видно, что тут parity не пахнет вообще. И в плане user-friendly, так сказать, какая-то. Ну, все. Если есть вопросы. Я хотел обратить внимание, все мощное становится сложнее, хочешь не хочешь. И действительно, все, что можно сделать в workflow, можно сделать при помощи flow. И из-за того, что workflow более нишевый, видимо, из-за этого вам проще. Однако, я думаю, со временем Microsoft. Все-таки это оба инструмента написал Microsoft. Microsoft, так что рано или поздно они сделают flow, напоминающий workflow по легкости. Но это вопрос времени. А второе, мы по поводу Excel. И мне кажется, flow действительно напоминает Excel, мы с помощью хорошей аналогии. В Excel любой из нас может добавить колонки умножить 2 плюс 2 равно 4 и жить, и радоваться только этим возможностям. В принципе, ничего больше не надо, и считать, что он Excel знает. А кто-то может открыть Pivot? Или, а еще, я видел, некоторые все пишут Excel формулы, там такие же, чуть ли не компьютерные, чуть ли не, там я видел систему бизнес-планирования, то там без полу-литра не разберешься, как пользоваться, не то, что как написали, не это дело. Макросы. И вот flow в этом смысле напоминает то же самое. И, наверное, ответ находится не в том, где находится кастомизатор, где граница между кастомизатором и девелфлой. Это не один, нельзя найти один ответ для всех. Мне кажется, индивидуальный ответ. И каждый по-своему. У нас себя говорит, вот каждый по-своему находит. Я вот за эту границу, если перехожу, я уже ничего не понимаю. А до этой границы могу летать и пользоваться. Как в Excel, я могу пользоваться колонками, сортировками, дополнять, но переходя через какую-то границу, я уже начинаю все меньше, меньше чувствовать себя комфортно. И вот это, наверное, индивидуальное дело. Но еще один момент. В Excel все это проходили. Вначале мы все добавляем колонки, потом мы каким-то образом учимся фильтры добавлять, потом замораживать одну из колонок, а через какое-то время мы начинаем замечать, вот она не пользовалась этим, она использовала фильтр по цвету. То есть получается так, что каждый находит свою границу, где его способности как бы заканчиваются. И в большинстве случаев это субъективное решение, нежели чем объективная сложность. Так что система сложности совсем с нуля начать, как с Excel. Если вот вчера первый раз флоу увидел, никакой не подсветок выглядит страшно. Если все, что нужно, скопировать одно поле из одной источнической в другую, там раз в день, то флоу совсем несложно, ненамного сложнее у флоу. И вот тут, наверное, самый главный ответ, что нужно найти, нужно всем, я думаю, всем бейщикам нужно пробовать, нужно исследовать. Каждый сам пробуя в учебной задаче, не для клиента, где нужно себе обязательства брать системейт, и это пострашнее, а вот просто в учебных условиях посмотреть, как эта задача выглядит, что удается, что нет. И найти свою комфортную границу, и со временем все дальше, дальше, дальше. И к тому моменту, пока самый, допустим, начинающий бейщик подтянется с флоу, я думаю, Microsoft упростит. Так что флоу однозначно нужно онбордить, однозначно нужно пробовать, но не пытайтесь сразу сложных вещей, просто начинайте с простых вещей. Поэтому, я думаю, что для бейщиков, пробуйте, находите свою индивидуальную границу, и просто сами сообщайте, это я потяну, а это пока мне тяжело. Пронаходите в границе. Но желательно, чтобы эта граница не находилась прямо на пороге использования, все-таки чуть дальше, чем порог использования. А для девов, программирование в CRM вам даст, наверное, больше гибкости, но как только вызов выходит за пределы CRM, а то флоу становится практически незаменимым, и если у вас ограниченные сроки, и мало желания разбираться в какой-то нишевой технологии. Вот такие. Так что флоу, конечно, флоу за флоуом будущее. Вопрос в том, что, сложно сказать, настоящее за ним или нет, а вот будущее точно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!